аллилуйя включаю прямой эфир с нашей киевской архиепископией реформаторской православной церкви христа спасителя уже зажег свечи субботние шабатные свечи да уже вот сейчас будет 6 часов начинаем прямой эфир аллилуйя спасибо господи спасибо у меня талит талис молитвенное покрывало вот друзья да 6 часов в киеве слава богу спасибо господи за все спасибо за этот вечер спасибо за завершение еще одного дня еще одной недели трудовой рабочей недели спасибо тебе господь за это завершение еще одной библейской недели и был вечер и было утро день следующий спасибо что начинаем новый день начинаем седьмой день сегодня вечером начинаем субботу начинаем шаббат спасибо тебе господь спасибо да добрый вечер всем братья и сестры все кто подключается кто подключился уже вот и приветствую всех вас из киева с нашей киевской архипископии реформаторской православной церкви христа спасителя мир вам всем и благодать доумножится познание господа нашего иисуса христа аллилуйя да слава богу приветствую всех вас и сегодня хочу начать из слова божьего вот я уже это местописание уже здесь опубликовал в чате и в комментариях опубликовал внизу видео вот это из книги пророка Исаии пророчество да вот книгу пророка Исаии называют Евангелием Ветхого Завета удивительный книг конечно в которой столько много пророчеств о Христе столько много говорится об Иисусе Христе грядущем да Машиахе грядущем спасителе что просто действительно это получается вся книга буквально наполнена Христом наполнена Машиахом наполнена этими пророчествами этими пониманиями Машиаха и пророчествами как о первом пришествии Христа так и как мы говорим о втором пришествии Христа вот и о вечности даже о вечности ведущей о тысячелетнем царстве и вечности слава Богу вот такая удивительная книга вот и в книге Исаии пророка 66 глава 22 23 стихи рассказывается после всех там этих событий драматичных событий вот говорится о грядущем тысячелетнем царстве ибо как новое небо и новая земля которые я сотворю всегда будут предо мной пред лицом моим говорит Господь так будет и семя ваше и имя ваше тогда из месяца в месяц и суббота в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение говорит Господь Аллилуйя Аминь ой слава Богу спасибо тебе Господь спасибо я уже друзья зажег свечи поэтому у нас уже здесь горят уже свечи помни и соблюдай помни и охраняй да вот две свечи вот да зажигаем порой больше намного свечей но две это как бы минимально считается такой еврейский дикирий да вот две свечи возжигаем мы помни и охраняй Арсений шаббат шалом пишет шаббат шалом Арсений шаббат шалом все кто подключился друзья вот и сейчас встречаю субботу я благодарю Бога за все помолимся поблагодарим Господа и благоставляю свою семью сейчас благоставляю супруга которую им не благоставляю наших наших внучат во имя Иисуса Христа благоставляю Арсений и ваш дом благоставляю детятам crushing Yah Во имя Иисуса Христа, Боже, да будет благословение полное в вашем доме. И благоставляю всех, кто подключается, кто подключился, ваших родных, ближних, ваших домашних, тоже благоставляю сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. О, спасибо тебе, Господь, спасибо. Аллилуйя. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет дару я, питаешь Ты любовью Отца. Тогда поет мой дух Господь Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Тогда поет мой дух Господь Тебе, как Ты велик, как Ты велик. когда я вижу ли Христа смиренный, того, кто в мире людям был рабом. как на кресте, как на кресте Он умер, Царь Вселенной, и нам спасенье приобрел крестом. тогда поет мой дух Господь Тебе, как Ты велик, как Ты велик, как Ты велик, как Ты велик. Аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Боже, Ты велик, величественен и славен. Аллилуйя, слава, слава, слава Тебе, Господь, слава Тебе. Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык, велик Он в небесах на троне, в былинках на земле вели. Везде Господь. Ты, Царь, Ты славен, в сиянье равен. Ты на земле и на небесах. Ты вечный Бог, святой, великий. Я благодарю Тебя, Господь, и славлю Тебя, великого Царя Царей, Господа Господствующих, Бога Богов, Создатель всего мира, видимого и невидимого, прославленный Бог наш, Творец всего сущего, видимого и невидимого. Благодарю Тебя, Господь. Сегодня, Боже, хоры ангелов прославляют Тебя, Боже, на языках различных, ангельских. Здесь, на земле, от края земли до края, славят Тебя, народы всей племена, на языках и на речьях различных. Все народы, все племена, во всех странах, до всех континентах прославляют имя Творца. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Бог Всемогущий! Благословен Ты, Царь всей Вселенной, давший нам жизнь, создавший нас, вдохнувший в нас свою жизнь, имя Твое – жизнь, имя Твое – воскресенье. Ты сказал, Господи, я есть им воскресенье и жизнь. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Святой! Воскресенье и жизнь наша! Слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Слава, 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 слава! Аллилуйя! Аминь! Арсений пишет тоже, спасибо, да, благословит вас, наш великий Господь и всю вашу большую семью, субботнего мира, и Тот, Который выше всего и всех, Он одновременно и ближе всех к нам. Аллилуйя! Как Ты велик! Шаббат Шалом! Аллилуйя пишет, да, Шаббат Шалом! Шаббат Шалом, Господь! Шаббат Шалом, Отец! Ты собираешь нас, как детей своих, как птица птенцов своих под крыльями своими, и мы безопасны, потому что живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Ты Бог мой! Слава Тебе! Поздравляю Тебя, мой Бог и Царь! Поздравляю Тебя, Великий Государь! Поздравляю Тебя, Бог Богов, Господь Господствующих, Ава, Отче, Папочка, Папа, Родной, Любимый, Самый Красивый, Самый Добрый, Самый-самый-самый во всей Вселенной! Поздравляю Тебя! С этим Днем Твоим! Шесть дней Ты был озабочен! Ты был в трудах! Ты создавал весь этот мир! Шесть дней творения Божия, этого творчества, этого созидания! Шесть дней, которые потрясли всю Вселенную, весь этот мир! Шесть дней, которые озарили все и вся! Шесть дней, которые, Боже, дали нам это благо! Слава Тебе, Господь! А седьмой день Ты почил вместе с человеком, с нашими пращурами, с нашими праотцами, праотцом и праматерью, с той первой семьей, Адамом и Евой! Боже Всемогущий, благодарю Тебя! И на протяжении всех этих почти 5779 лет, уже 5780 на носу! Боже, за все эти годы, из суббота в субботу, каждую субботу, каждый шаббат, Боже, мы воспоминаем о рае, мы воспоминаем о том первом шаббате, о той первой субботе, которая была в раю до грехопадения! Благодарю Тебя, Господь, что и заповедь о субботе Ты дал человеку, и дал всему сущему, еще до грехопадения, еще до отпадения от благодати Твоей, еще до отпадения от любви Твоей, еще до этого трагического события, Боже, еще в раю прозвучали эти слова о субботе. Спасибо Тебе, Господь! Благодарим Тебя, Господь, что на протяжении всей истории человечества всегда были, есть и будут те верные и святые Твои дети, что соблюдали заповеди в страхе Твоем и в любви к Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Господь, что до наших дней продолжается эта удивительная преемственность. Слава Тебе! Слава Тебе и хвала! Благодарю Тебя, Господь, за то, что 3331 год тому назад с половиной Ты вывел нас из рабства египетского во времена Моисея пророка, рукою крепкую Своею и мышцею простертую великую Своею, совершил чудеса великие, покарал всякое безбожие, всякую религиозно-политическую структуру, систему, противостоющую Богопознанию, противостоющую Тебе, Святой Израилев, и народу Твоему. Боже Всемогущий, Ты вывел нас из рабства египетского, и как по суху прошли мы по дну морскому. Слава Тебе! Благодарю Тебя, что, выведи нас из рабства, Ты дал заповеди. Заповедь де юре, заповедь о субботе стала заповедью не просто де-факто, как было до того, но стала еще и де юре, потому что Ты своим перстом, Своей рукою святою написал это на камне. Слава Тебе, Господь! А ныне, в это время благодати, Ты пишешь Слово Своё, пишешь заповеди Свои, не на камнях, а на сердцах человеческих, на наших сердцах. Слава Тебе, Господь, Бог Святой! Слава Тебе, Великолепный! Слава Тебе, Великий! Слава Тебе, Слава и Хвала! Благодарю Тебя, Господь! Благодарю Тебя! За все, за все благодарю Тебя, Господь! Аллилуйя! Аминь! 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 Шаббат Шалом! Господь, Бог Святой! Шаббат Шалом, друзья, братья, сестры! Аллилуйя! Аллилуйя! Роза тоже пишет, да, Шаббат Шалом! Шаббат Шалом! Марина Кацан пишет, Православная Церковь, воскресай! Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу за Вас, Сергий! Дякую! Дякую, сестра! Дякую! Хай Бог рясно благословит! Аллилуйя! Вот, и два самых больших знака, самых великих знамения, вот, да, «Спасибо тебе, Господь! Помни и соблюдай! Помни и охраняй!» И мы всегда помним о том, не забываем, потому что очень часто человекам свойственно забывать многое, и плохое, и хорошее, все забывать. Но, поэтому Господь дал нам очень часто в Библии, помни, напоминает нам снова и снова, запомни, пожалуйста, запомни, намотай это на ус, Аллилуйя! Ну, на руку там, на лоб там, значит, и на видное место поставь, на косяках. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава, слава, слава тебе и хвала! Слава тебе, наш Бог и Царь, благословенный великий Государь! Аллилуйя! Аллилуйя! Шаббат шалом, моя семья! Шаббат шалом, дети! Шаббат шалом, всем! Вот, и в этот молитвенный час, сейчас, в это время, встречи субботы, Я благодарю Господа, как вот в месте Писания, в том фрагменте из Писания, из пророка Исаии, указано было в 66 главе, 22-23 стихи, указано было, что при Его Машехе, Христе Иисусе, втором славном пришествии, одно из знамений будет второго пришествия Господа Иисуса Христа и Его воцарения, одно из таких знамений именно Царства Машеха, что из субботы в субботу, из месяца в месяц, из субботы в субботу будут приходить на поклонение Господу Богу Всемогущему, всякая плоть, не только евреи, все-все-все-все, все и вся, Аллилуйя! Слава Тебе Господь! Вот, кстати, у нас сегодня не только суббота начинается, но и месяц начинается, поэтому, как вот написано у Исаии, из месяца в месяц, из суббота в субботу, а у нас сегодня сразу и новомесячи, и суббота, вот, потому что сегодня последний день начинается месяца ААФ, да, значит, и прощаемся с месяцем ААФ мы, вот, и завтра вечером уже, да, мы начинаем уже месяц ЭЛУЛ, ЭЛУЛ-месяц, и 1 сентября в этом году совпало, совпадает с первым числом месяца ЭЛУЛ. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Господь, поэтому сегодня и новомесячи сразу, и шаббат, два в одном, потому что этот месяц ЭЛУЛ мы встречаем вот так торжественно, два дня празднуем, потому что месяц ААФ, он месяц полный, 29 дней. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за все, благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь всей вселенной, АЛЛИЛУЯ, АЛЛИЛУЯ. Вадим пишет тоже, да, шаббат шалом, Харьков приветствует вас, АЛЛИЛУЯ. Привет всем святым в Харькове, мирной, доброй субботы, всем любящим Иисуса Христа и Отца Вечности, АЛЛИЛУЯ. Аминь, что еще сказать, аминь, 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 спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо, Господь, спасибо, да, и у меня здесь хлеб есть, сегодня купил хлебушек и такой, украинский, да, очень тоже вкусно пахнет, украинский хлеб, это у меня вот на шаббат, на трапезу, на все. Но, еще у меня и лепешки, вот, лепешки, АЛЛИЛУЯ, спасибо Тебе, Господь, за хлеб наш насущный. Две лепешки, ну, в общем-то, обычно халы используем, но здесь сегодня в синагоге и не смог быть, к сожалению, вот, но вот купил здесь вот такие лепешки, два хлеба таких, восточных, азиатских хлеба. У братьев-мусульман купил здесь, покупаю у них здесь хлеб такой, вкусно пекут очень, вкусные лепешки, запах просто вообще потрясающий. Запах хлеба, это мой любимый запах вообще. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Жалко, что не передает запахи все, вот. Что невозможно передать пока еще, еще технически так вот еще не развита цивилизация, чтобы еще и запахи передавать с помощью вот таких трансляций, там, с помощью видео, там, этих там, и в интернете. Думаю, скоро разработают нечто подобное. Японцы, по крайней мере, уже вкус уже начали передавать, будем так говорить, через такие вещи. Интересно очень, да. Удивительное время живем мы, друзья. Вот, и я взял две лепешки. Почему две лепешки? Ну, двойная порция с добавкой. Потому что, значит, традиция такая, ну, обычно берут халы, плетенки такие, да, переплетенки, плетенки, халы. Вот, но я взял вот две лепешки. Почему две? Почему два хлеба берем мы на шаббат? Потому что в пятницу выпадала всегда двойная порция, помните, маны, мана, мана небесная, мы говорим, да. Ангельский хлеб ел человек. Да, когда Бог вывел нас из Египта, то мы ходили по пустыне 40 лет, да, и на протяжении 40 лет кушали ангельский хлебушек, да, не сажали, не сеяли ничего, все самого подало каждый Божий день. И мы собирали, и кто собирал много, у того не было избытка, кто собирал, значит, мало, у того не было недостачи. Ну, люди учились и делиться, и в том числе и сверхъестественное было такое обеспечение. Виталий тоже присоединяется нам, должны ли христиане праздновать субботу. Вот, слово «должны» здесь, думаю, неуместно вообще. Вот, мы ничего не должны, кроме взаимной любви. Вот, и это естественно. Знаете ли, как бы, допустим, как и уважение, допустим, к родителям, да, для человека возрожденного это естественно. Но вопрос такой можно задать, а должен ли человек, допустим, почитать своих родителей. Может быть, для кого-то это и есть долг, но не для рожденного свыше человека. То же самое и должны ли соблюдать субботу. Для рожденного свыше человека это не долг, это естественно просто, это естественно и прекрасно вообще. И не важно, ты какой-то христианин там, какой конфессии, религии, традиции, динаминации, это Божий праздник. И для дитяти Божьего это естественно совершенно. Как и другие заповеди. Если они пишутся, если они просто напечатаны для вас в Библии, то, конечно, это вопрос вашего долга, ответственности, обязанности. Но если они пишутся в сердцах уже ваших, если они в наших сердцах записаны, то и проявляются эти заповеди. Тогда это естественно просто. Если человек еще под законом находится, ну мне жаль таких людей, честно говоря. Я в благодати Божьей купаюсь. Если кто под законом, то для него тогда актуально, как Иисус говорил, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Это чисто такая законическая формула, ветхозаветная, будем так говорить, молитва. А я прощаю не потому, что мне должны простить за это. Нет, потому что я прощен, поэтому я прощаю. Как Бог во Христе простил меня, так и я прощаю. Вот новозаветный формат. Это разные вещи. Поэтому насчет соблюдения должны, ну это слово такое, это не из моего лексикона, должны. Ничего не должен я вообще. Никому ничего не должен. Ни Богу, никому абсолютно. Кроме взаимной любви. Все. Больше ничего не должен. Никому. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Ну а те христиане, которые под законом, ну они должны, конечно, тогда. Они должны тогда уже, ну, заставлять себя как-то напрягаться. Но это несчастные люди. Я поэтому всех призываю, кто еще под законом, купайтесь в благодати. Ныряйте в Божью благодать. Доверьтесь Богу. Примите Спасителя, Господа Иисуса в свое сердце. Именно в свое сердце. Не просто в свой разум, а вот внутрь самого себя. Верою сделайте это. И тогда все будет ясно. Остальные вопросы как семечки будете щелкать просто. Потому что помазание внутри вас, оно будет учить вас всему. Абсолютно всему. Дух Святой, Он будет всему наставлять и учить абсолютно. Вот, и я остановился на том, что Бог нам давал двойную порцию в пятницу. В другие дни тоже некоторые находились такие умники, товарищи такие, которые хотели заначку сделать. И набирали больше, чем нужно. Но на другой день все это гнило у них. Все это пропадало, заводились черви, написано. То есть все пропадало. Вот, и Бог учил нас каждый день вот именно насущный хлеб принимать. Каждый день. Но исключение раз в неделю, на протяжении 40 лет, раз в неделю было исключение из правила. В пятницу выпадала двойная порция. И надо было каждому еврею, каждому вышедшему из Египта набирать в два раза больше, чем надо было. Почему? Чтобы в шаббат не выходить, в субботу не выходить вот именно на поле. Не выходить, значит, для работы, по сбору этого ангельского хлеба. Поэтому ангелы нам спасибо. Приветствуем вас, ангелы Всевышнего, посланники Всевышнего. Они сбрасывали свой хлебушек больше в два раза, да. И мы собирали хлеба ангельского, манны этой небесной, в два раза больше. И удивительная вещь, друзья, ничего не гнило. Черви не заводились, ничего не пропадало. На протяжении всей субботы мы наслаждались, кушали этот ангельский хлебушек, воспевали Господа, славили Бога, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Аллилуйя. И так на протяжении 40 лет. И вот с того времени, да, мы уже не в пустыне, да, мы уже живем, значит, в других условиях совершенно, но воспоминания о том чудесном периоде нашей жизни, нашей истории, библейской истории, да, о каждой верующей, возрожденной свыше человек, независимо от его национальности, культуры, традиции, если он принял Иисуса Христа своим спасителем Господом, того, кто является светом к просвещению всех народов и славой народа своего Израиля, тогда, читая Библию, мы читаем не о чужих для нас людях и историях, а мы читаем о своей истории. Тогда и вера Авраама, и Исаака, и Якова, и патриархов, и пророков, царей, князей, все, что написано в Библии, это уже тогда не чужая нам вера, а это наша вера, это наша родная, ридна вера, да, вот. Вот, для каждого народа, для каждого племени, Аллилуйя, слава тебе, Господь. И вот у меня, вот, по той старой доброй традиции, два хлебушка сегодня, два хлеба, да, две свечи, два хлеба, вот такие атрибуты. И я благодарю Бога Всемогущего за жизнь. Кстати, у меня здесь есть сальца, соль, я себе на крышку насыпал, соль, соль на столе, хлеб, соль, как говорится, да, соль, это знак, вот я себе, ну, у меня соломки здесь нету, я просто в крышку насыпал соли, вот. И, значит, и я делаю так обычно. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. Ломаю хлебушек, макаю в соль, вот, соль добрая вещь, вот. И осолялась вся жертва солью, который образ праведности. Благословен Бог наш, святости, да. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. И благословен Господь Бог наш, давший нам хлеб с небес. И Ишуа Машиаха, Иисуса Христа, праведника, спасителя, Господа, брата нашего и друга, искупителя и освободителя. Аминь. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной. Всей Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. А наипаче благодарю Тебя, Господь, за лозу небесную. О, великий виноградарь, Отец наш, сущий на небесах, да спятится имя Твое, и да приедет Царствие Твое. Да будет воля Твоя на земле, как на небесах. Благодарю Тебя за великую лозу небесную, за Иисуса Христа, Спасителя Господа. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, все народы и все племена. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Иешуа Машиах, Иисус Христос. Он есть свет, просвещающий все народы, и слава народа своего Израиля. Лехаем за жизнь. Аминь. Вот теперь Шаббат Шалом. Шаббат Шалом. Аллилуйя. Празднуем, друзья, празднуем. Подпевайте сейчас, воспевайте Господу. Здесь, значит, по поводу служения, Виталий спрашивает шаббат. Так, хорошо. И Иночка. О, Шаббат Шалом. Всем привет из Тулы. Аллилуйя. Иночка, подпевай. Дети, подпевайте. Внуки, подпевайте. Коты, подпевайте. Шаббат Шалом, Шаббат Шалом, Шаббат Шаббат Шалом, Шаббат Шалом, Субботний мир, Господний мир Шаббат, 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 шалом Шаббат, 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 шалом Шаббат, 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 шалом Шаббат, шалом Субботний мир Господний мир Шаббат, 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 шалом Шаббат шалом Шаббат шалом Шаббат шалом Шаббат шалом Аллилуйя Ода Вину Хай Наш Отец живой Отец наш и Царь наш, Сущий на небесах Ода Вину, Ода Вину, Ода Вину Хай Наш Отец небесный Бог святой вовек живой Ода Вину, Ода Вину, Ода Вину Хай Ода Вину, Ода Вину, Ода Вину Хай Ода Вину Хай Ода Вину Хай Ода Вину, Ода Вину, Ода Вину Хай Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль Хай Народ наш, народ Израиля, потому живой Потому что наш отец живой, Бог наш живой, И потому мы живы, потому Израиль, Израиль Божий живой. Ам-Израэль, хай! 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 Краше тысячи других, Вид его подобен кедру, На подножьях золотых, Вот он идет, Отвори, хай! Израэль, хай! Вот он идет, Бог наш грядет, Бог наш грядет, Наш возлюбленный, Ты прекрасен! Ты прекрасен! Слава тебе! Самый прекрасный, Самый восхитительный, Самый удивительный, Слава тебе! Слава тебе и хвала! Слава! 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 Гряди, Господи Иисусе! Аллилуйя! И доколе ты придешь, Господь, Мы свершаем, Боже, Воспоминания, Тайную эту вечерю, Господь, Вечерю любви, Господь, Слава тебе! И не просто хлеб И плод виноградной лозы, Это тело и кровь Твои, Господь, Боже, Потому что, Мы снова и снова, И в будни, И в праздники, Мы устремляем взор К тому моменту, Когда свершилось наше искупление, Спасение всего рода Люцкаго! Слава тебе, Господь! Слава тебе! Аллилуйя! Благодарю тебя, Господь, За кровь Твою святую! Тело ломимое! Спасибо, Господь! Спасибо! Спасибо! Спасибо, Господь! Спасибо! Аллилуйя! 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 Спасибо тебе, Господь! Спасибо! Спасибо за Твою любовь! Любовь нашего Машиаха, любовь Христа безмерно велика, ни с чем не сравнима она. Любовь Христа безмерно велика, начала нет и льется, как река, и как волна лапзает берега, и глубока, светла и широка. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить. И как спаситель всех людей любить, приди скорей, скорей тебя он ждет. Давно стоит у каменных ворот, стучит к тебе, открой уже пора. Прими любовь без златосеребра. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить. И как спаситель всех людей любить. О, если б знал, живущий на земле, любовь Христа, лишь ею дышат все. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно. И как спаситель всех людей любить. Он возлюбил, Бог возлюбил тебя, меня давно. Бог возлюбил и тех, кто лишь одно. Твердили нет и поднимали смех, а Он с любовью призывает всех. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить. И как спаситель всех людей любить. Любовь Христа безмерно велика. Начало нет и льется, как река. И как волна лапзает берега. И глубока, светла и широка. Спасибо, Господь, за Твою любовь. Безбрежный океан Твоей любви. Спасибо, Господь, драгоценный. Благословен Ты, Бог наш, возлюбивший мир и отдавший себя за нас. Отдавший кровушку за нас, проливший свою, душу свою за нас положившим. Сына Своего Единородного на крест, на Голгофу. Дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Слава Тебе, Господь. Бог во Христе примирил с Собою весь, весь, весь мир, не вменяя никому, никому преступлений. И дал нам Слово примирения. Он примирил с Собою мир и дал нам это примирение. Спасибо Тебе, Господь. Благословен Бог наш, всемогущий Отец наш. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Да, Виталий тоже, да, слава Богу, благоставляю вас во имя Господне. К народу иудейскому вопрос такой к моей жене, я так понимаю, был. Я позволю ответить за нее себе. Вот, да, мы евреи по крови, но это ничего не значит. Потому что есть много людей по крови, но совершенно не к избранному народу не относящиеся, абсолютно. Потому что не тот иудей, кто внешне таков, и не то обрезание, которое по плоти, но тот иудей, который в духе, который в веру Авраамова наследует, исповедует и продолжает ее. Поэтому, брат, спасибо тебе Господь за все, и я благодарю Бога всемогущего физически, да, по плоти, я тоже, да, вот по отцу я еврей, по матери татарин. Но самое главное, независимо от того, какая кровь течет в твоих жилах, если ты спасенный и дитё Божье, то ты наследник веры Авраамовой, тогда отец наш Авраам по вере нашей во имя Господня. Святой Божий интернационал есть, два тысячелетия, он распространяется по всей нашей земле. И мы, христиане, интернационалисты, как ни крути, потому что во Христе нет этих разделений и вражды. Во Христе нет и не было и не будет никогда вражды. Спасибо тебе Господь, спасибо тебе Господь. Благоставляю вас всех, благоставляю свою супругу драгоценную, мою прекрасную еврейскую жену Инну Сергеевну. Благоставляю наших детишек, благоставляю внуков наших, благоставляю котов наших, весь наш дом благоставляю. Благоставляю вас всех, друзья, кто подключался, кто подключился онлайн и кто потом может в записи будет смотреть это всё. Благоставляю вас, ваши дома, родных, ближних ваших, во имя Господа Иисуса Христа. Пою благоставения Божьи на вас, возлюбленные. Пою благоставения Божьи сегодня Ааронова, благоставения коэнов, священников. Пою на Израиль, благоставляю Израиль, благоставляю столицу возрожденного еврейского государства, город Иерусалим. Благоставляю всех евреев и вернувшихся на родину свою историческую, в землю, обетованную Богом самим, и всех нас, находящихся в рассеянии по всему лицу земли. Есть евреи собранные, а есть евреи рассеянные. Вот я отношусь к таким рассеянным евреям. Но самое главное, что собраны ли мы в земле Израиля, или находящиеся в рассеянии, самое главное, мы ожидаем новой земли и новых небес, о которых я читал в самом начале, как раз из книги пророка Исаии, 66 главы. И тогда общечеловеческая будет эта идиллия. О, спасибо тебе, Господь, и из месяца в месяц, и субботу в субботу будем приходить на поклонение Богу всемогущему, все, 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 абсолютно все, евреи, неевреи, все, все, все. Оставив все свои религиозные предрассудки, культурные, религиозные, политические, прочее, прочее. Будем приходить на поклонение Господу Богу всемогущему. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Сердце трепетно бьется об одной даже мысли об этом уже. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благоставляю всех вас. У меня тавис, молитвенное покрывало такое, мессианское, еврейское, со стихами из Ветхого и из Нового Заветов. О Машияхе, о Христе грядущем и о Христе уже пришедшем. Аллилуйя, который есть Иешуа, Иешуа Хамашиях, Иешуа Машиях. Иисус есть Христос, Иисус есть Христос, Иешуа Машиях. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо. Благоставляю всех вас во имя Господне. Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит тебя Господь и сохранит тебя Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя Да обратит Господь лицо свое на тебя И даст тебе мир Бешем Иешуа да Мashiach Иешуа Машихейну Во имя Иисуса Христа Мессии Аллилуйя Шаббат шалом друзья Шаббат шалом Субботний мир Покойтесь с миром В Боге Все свои дела мы оставили Только самое необходимое исполняем Всякую суету Все-все-все удаляем Погружаемся С вечера вот этого Сегодняшнего дня Начала И до вечера С вечера и до вечера Шаббат Суббота Поэтому Все Наш разум Наше сердце Закрыто на шаббат Для суеты закрыто Для Всякого томления Всякого переживания Для всего Мы покоимся С миром В Боге Спасибо тебе Господь Спасибо Завтра утром Даст Бог Продолжу Трансляцию В 6 утра По киевскому времени Приятных сновидений В разумлении от Господа Потому что И ночью Кто будет молиться Кто будет почивать Я верю Бог будет И в снах И в сновидениях И в видениях Давать Откровения свои Народу своему Утром Я Жду Ваших тоже Откровений Каких то Если у кого Ночью будет В разумлении Какое то во сне Откровение Вот То не стесняйтесь Пишите Но желательно Не в чате А под видео В комментариях Потому что Чат он не всегда Открывается Не сразу открывается Когда потом Запускаешь Вот надо Мотать В конец Где-то Чтобы Всю ленту Прочесть Чата А именно Под самим Видео Вот Где я Публиковал Вот То местописание В комментариях Под видео Вот Пусть Бог Благословит вас Дорогие друзья Вот Во имя Господа Иисуса Шаббат Шаббат Шалом Субботний мир Спасибо Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Господь Спасибо 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 Шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, 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 шаббат.